всем доброго времени суток уважаемые и сегодня в этом видео я вам расскажу как правильно смазать главную пару я думаю многие задавались таким вопросом и всех конечно терзает такая мысль сколько же туда как бы сказать заложить смазки больше меньше все равно человек понимает что он уже много ну на всякий случай вдруг я наврежу свои катушечки надо положить еще больше смазки но понимаете это больше как бы работа от мозг он как бы защитная реакция дабы не навредить себе не навредить катушки и принцип русских людей кашу маслом не испортишь ну типа это и все такое от этого все по инерции подвержены инерции своего свои своих как бы сказать этих сигналов которые выдает головной мозг все пытаются положить больше смазки на самом же деле этого делать не надо все равно лишняя вся смазка грубо говоря с этой каши да она все равно выдавиться и не будет влиять никакой существенной роли в дальнейшем в катушке до в некоторых случаях будет наносить какой-то определенный ущерб вот ну давайте теперь медленно плавненько не спеша не вглубляясь в какие-то подробности все это рассмотрим то есть еще раз напоминаю моя задача уважаемая вас как бы сказать подтолкнуть да как бы направить вас ваше движение в нужном направлении а вы уже там дальше сами решайте быть или не быть ну и так далее чая здесь вина и типа это и все такое да вот от этого мое дело подтолкнуть а дальше сами уже все разберетесь кто захочет думать вот на столе мы видим главную пару катушка у нас здесь а для примера как всегда попалась тупого случайно так уважаемая попалась топового сегмента это сейчас опять будет раздражать зрителей уже смотрю последнее время много людей которых раздражает катушки тупого сегмента наверное просто этих людей нет на это деньги денег или жалко на это денег от этого они такие раздражаемые катушка у нас с бесконечным скажем так валом или бесконечным винтом да то есть подачей штука по соответственно у нее есть такая вот шестерня привода бесконечного винта да ну как ее еще называют все паразитка вот соответственно в таких схемах да где есть у нас паразитка то она у нас вот я сейчас модулирую ситуацию выглядит вот таким вот образом она у нас приводится в действии от вторичной шестерни главной пары вот ну а свет соответственно вторичная шестерня у нас приводится от самой как бы сказать от первичной шестерни да вот такой вот механизм да видите вот так вот они между собой вот все завязаны но это так на пальцах реально на пальцах вам все это дело показал а к чему это сейчас рассказываю значит соответственно три вот этих вот шестерен очки до ведущую ведомую и шестерню привода паразитную ее соответственно надо смазывать одинаково и одним типом смазки вот это такое правило как бы конечно кто я такой чтобы определять эти правила я не заканчивал никакой мгу не гарвард именно по катушка строению и не держал в руках эти формуляры паспорта тех карты тех на карты до соответственно и трудно представляю эти технологические карты на заводах изготовителях какие они выглядят и как у них вообще какие у них регламент всего 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 да ну не об этом речь но в целом я начинал свою жизненную карьеру никак не с продавца рыболовного магазина от этого маленько представляю как это примерно должно происходить но дело не в этом и теперь самое главное начинаем все поехали так что же будет если мы заложим много смазки а будет следующее что из-под ведущей из-под ведомой шестерни эта смазка будет выдавливаться и смазка будет попадать у нас на внутренний диск главной пары соответственно здесь она будет на этом диске все скапливаться и будет ударяться вот об этот вот бортик скажем так даже не бортика посадочное место хвостовика до в данном случае так как катушка топ-сегмента то здесь поставить и вторичный шестерни стоит еще и подшипник соответственно вот так вот раз подшипничек сюда вставим чтобы смодулировать ситуацию вот видите вот она у нас вот это вот место вот выдавливаться она у нас из-под зубьев на внутренний диск потом с внутреннего диска так как вот это вот место да про которое я вам рассказываю вот она она как раз вот как бы соприкасается с этим ну не сократится прикасается проходит именно 10 по внутреннему диску то здесь это смазка будет собираться таким таким бугром и потом она будет сваливаться сюда а что у нас здесь здесь у нас уважаемые зрители будет шток вот и вся эта смазочка лишняя у нас оказывается на штоке а чтоб у нас будет ходить внутри вторичной шестерни соответственно когда это густая смазка с головной пары попадет на шток ход существенно как бы будет замедляться он будет такой как бы сказать тяговитый как бы вам сказать такое ну неважно короче ход катушки легкость хода существенно будет занижена этим конечно никакого вреда катушки не причинит но теперь давайте посмотрим куда еще эта смазочка будет уважаемая выдавливаться а еще же это смазочка будет выдавливаться и на сам хвостовик вторичной шестерни вот она вот будет уходить как на внутренний диск разделяться также на и будет уходить на хвостовик вторичной шестерни вот что у нас здесь и катушки бывают разные У некоторых катушек, допустим, здесь, ну, как бы сказать, посадочное место хвостовика играет, ну, виртуально представим сам корпус, да, вот, сам корпус катушечки, либо стоит вот такая вот втулочка, да, то есть, как бы проставка втулка. Ну, что интересно, попадает сюда тоже смазка, она тоже существенно будет замедлять ход катушки, но тут вот уже эта смазка будет не безобидной, она будет наносить урон. Почему? Потому что, как правило, на сегодняшний день у катушек шиманное ведущее колесо, они закрыты, ну, как бы зубья покрыты специальными защитными покрытиями, а вот вторичная шестерня, она вот, типа, как латунного цвета, она ничем не покрыта, и она, соответственно, будет сильнее изнашиваться. А значит, все продукты из носа, да, вот эти вот, как бы микрочастицы, да, микропыли этой латуни, она будет скидываться сюда внутрь-внутрь, смешиваться с этой смазкой, и получается такой микроабразив, вот. И этот микроабразив будет, конечно, попадать в эту втулку однозначно, и там будет крутиться. И как потом на практике, кто-то, если разбирал свои катушечки, видел, что получается на хвостовике, вот такие вот радиальные полосы по всему кругу, кругу, как будто их как-то так вот, ну, аж как-то, резцом как будто, как на станке на токарном нарезали. Это вот как раз и есть вот эта вот смазка с продуктами из носа в виде абразива, начинает, есть у вас хвостовик, ну, и, соответственно, немножко втулку. Ну, как правило, пластмасса страдает, пластиковая втулка страдает меньше, чем латунная шестерня. Здесь мы уже видим урон определенный от излишков смазки. Так, это первое. Второе. На хвостовике может стоять и подшипник в Shimano, как бы, скажем так, вкратце я вам расскажу. Это как бы X-шип, да, так называемый. Но тут данная катушка у нас в топ-сегмента, и у нее в хвостовике подшипник, конечно, стоит маркировкой R-SARP, да. Что такое R-SARP? Это вот мы видим. Видите, у нее получается вот этот защитный кожух, он как бы резиновый, видите, я нажимаю, он как сальник, как пыльник. Соответственно, такие подшипники намного больше защищены, чем обыкновенные SARP-овские, да. Это с целого десятого года, да. Вот. И здесь, конечно, в хвостовике стоит вот такой подшипник R-SARP. То, соответственно, ему, как бы сказать, это дело и не сильно, и опасно, да, такой момент. Ну, если взять обыкновенные SARP-овские подшипники, вот, уважаемые зрители, то здесь мы видим, вот я даже сейчас под определенным углом даже вижу через эту щель, даже вот сами шарики. Щель, ну, я не знаю, сколько я, нет смысла щупом ее там замерять, еще что-то делать. Вот. Ну, вот я даже вижу, вот сами, как бы сказать, шарики, вот они находятся. То, вот такой подшипник, хотя он здесь будет примерно вот такого типа размера, туда смазка достаточно быстро, весь это с этим продуктами из дососа, с абразивом будет попадать. Вот. И, соответственно, рано или поздно вашему подшипнику настанет конец. Вот. Даже вот такие вот подшипники такого типа размера, там, 4,7 на 2,5, да, с Кноба, несмотря, что они маленькие, и это вот щель, да, то, что он закрытый, такая маленькая, даже в них попадает смазка. Даже у японцев есть видео, мне друг как-то написал и скинул ссылочку, говорит, посмотри, говорит, как это там японцы типа подшипники, обслуживают подшипники закрытого типа. Там стоит такой цилиндр, там в цилиндре высверлено, как бы сказать, туда в это отверстие ставится подшипник, сверху как такой поршенек, вокруг него уплотнительное кольцо обыкновенное, туда ставится этот подшипник, в этот канал. Обыкновенная, грубо говоря, у них очищает, здесь автомобильная, он туда фыркает этим поршеньком с уплотнительным кольцом, продавливает, и оттуда прям вся грязь, все из этого подшипника выходит. И также этот подшипник, точно вот этого типа размера, также смазываться. Берется обыкновенный там баллончик со смазкой, только, ну, с густой, да, к примеру, да, там синего цвета баллончик, фыркается, продавливается поршеньком, и прям насквозь вытащили, заходит, кто выходит насквозь, она вот прям забивается, эта смазка, это даже у самих японцев показано. Это для тех, кто не верит, что через эту щель туда может попасть смазка. Вот, уважаемые зрители. Так что, вот, основные, как бы сказать, вот такие вот моменты я вам рассказал, что может происходить при всем этом. Ну, а теперь давайте от теории, от бла-бла-бла, мы перейдем к самой практике. Сколько же нужно закладывать смазки? Вот, и сейчас мы это дело, все посмотрим. Что нам, ну, для этого нужна смазка? Ну, возьмем для удобства от таких нанесений кисточку. И три шестеренки, грубо говоря, все делается однотипно. Берется смазки, вот видите, очень-очень мало. И все вот это вот, размазывается у нас. Ну, еще раз, теперь столько же возьмем, окунем кисточку. Видите, вот сколько смазки. Вот, совсем децил. Вот этих двух капелек со спичечной уголовку даже меньше достаточно, чтобы размазать по вторичной шестерне. Вот, видите, вот, ни больше, ни меньше. Вот этого, уважаемая, достаточно. Вот, видно, что на ней полосы этой смазки на зубьях. Что-то у нас состояние мокрое. Все, этого достаточно. Также мы берем вторичную шестерню. Точно так же, ой, извиняюсь, оговорился, паразитную шестерню. Точно до такого же состояния мы доводим вторичную, еще раз чуть-чуть, смазки. Чтобы видно было разводы этой смазки на зубьях. Все, не больше, не меньше. Берем ведущую шестерню и делаем с ней тоже самое. Вот, я тут многовато хапнул. Чуть-чуть уменьшил. Промазываем это с двух сторон зуб. Еще чуть-чуть. И все шестереночки мы именно ни больше, ни меньше вот до такого состояния просто смачиваем как бы смазкой. Не нужно сюда много смазки. И то я вам скажу по итогу. Если даже кто-то мне упрек, скажет, что это очень скудное количество смазки, по факту эта смазка еще выдавится. И вся окажется в хвостовике вторичной шестерни главной пары. То есть, поверьте мне, уважаемые зрители, что лишнего еще будет чем выдавиться. Вот. Не больше, не меньше. Видите? Вот. Ну и соответственно сейчас мы это все соберем, накинем, прокрутим и посмотрим, что у нас еще произойдет. Так. Ну вот, уважаемые. Вот. Определенную сборку я сделал, чтобы время это все не тратить на камеру по-быстрому. Видите? ничего не изменилось. Ничего я смазки не добавил. Все, как я на видео показал, смазал. Видите? Все так оно и есть. Осталось теперь нам только это все соединить. Хоп. И посмотрите, что у нас получится. Ну и для верности можно еще сверху накинуть основную крышечку. все, поджимаем и прокручиваем по ходу вращения, как мы рыбачим. Туда-сюда. Ну и сейчас мы снимем и посмотрим, что у нас из этого получилось. Снимаем крышку, снимаем головную пару. вот и здесь, как мы видим, что тут только маленькие-маленькие микро капли у нас на внутреннем диске появились. вот они, видите, смазки. Ну а здесь, видите, вот эта смазочка, вот она скопилась и выдавливается у нас внутренний, скажем так, на хвостовик вторичной шестерни. Вот смотрите, как бы вам объяснить. Вот капелька висит, вот она, вот капелька висит, вот капелька висит, вот видите, вот они, капли все скапливаются, видим, что они у нас все, вот вся эта смазка, вот вся она у нас выдавливается на хвостовик. Ну так как это я еще попробую покрутить руками, то если соответственно эту крышку затянуть, поставить ротор, покрутить, да, там хотя бы даже 5 минут уже по-нормальному и когда мы снимем, мы увидим, что здесь смазки будет гораздо больше. Это говорит о том, что все-таки излишки смазки находятся, излишки смазки вот они выдавливаются, видите, вот, все наглядно, четко, понятно. Больше ее ложить не надо, потому что даже при таком типе смазки, да, скажем, при таком варианте, мы видим, что все равно находятся излишки, но зато мы видим, что в катушечке все чистенько, видно, что смажем бесконечник, я вам показывал, как его нужно смазывать, как смазан у нас шток, да, я тоже вам показывал, как при сборке смазывается шток, что это влияет, все про это я вам уже рассказывал. Ну вот, уважаемые, мое видео подходит к концу, все, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями, уважаемые зрители, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok